Одна из самых больших неприятностей для загородных жителей – распространение борщевика сосновского. Это чрезвычайно плодовитое растение моментально захватывает пустые участки. Ну, таких в Московской области предостаточно. У многих покупателей земельных участков в наших коттеджных поселках панический страх борщевика. У других полное невидение об этом растении, но в результате чего они получают ожоги. На протяжении прошлого года в одном из наших поселков мы снимали ролик про борщевик и борьбу с ним. Следили, какие результаты дают различные методы. Закончили съемки мы уже осенью, когда борщевик зрителей абсолютно не интересует. Так что ролик выходит только сейчас. В нем мы разрушим мифы, витающие вокруг борщевика, но и расскажем и покажем методы борьбы с этим растением. Так что не забудьте подписаться на наш канал, нажать колокольчик, ну и поставьте лайк этому видео. Это поможет нам с продвижением. Очень кратко про историю вопроса. В середине 20 века в Советском Союзе приняли решение о выращивании борщевика на силос. Такой зимний корм скоту. Это растение, наверное, чемпион по скорости роста и наборе биомассы. Достигает оно высоты в 4-5 метров, и никакие вредители и сорняки ему не страшны. Вроде должна быть шикарная сельскохозяйственная культура. Вот есть только одно но. Борщевик Сосновского вырабатывает так называемые фуранокумарины. Это фотосенсибилизирующие вещества, делающие вашу кожу чувствительной к ультрафиолету. То есть сок борщевика сам по себе не ядовит, но попадая на вашу кожу, ну или на слизистые оболочки, не дай бог, под воздействием света может проявиться ожог. Отсюда вывод. В ясный солнечный день, вот как сегодня, опасаться борщевика надо вдвойне. И бороться с ним надо в пасмурную погоду. Ну и в любую погоду не лишним будет защитная одежда. Там перчатки, очки, ну все такое. Вот как на мне сейчас. Еще борщевик чрезвычайно плодовит. В каждом соцвете развивается до 20 тысяч семян. И что самое неприятное, эти семена способны долгое время находиться в почве, сохраняя всхожесть. Ну а теперь, вооружившись этими знаниями, отправляемся на борьбу с борщевиком. Опробуем разные способы борьбы и оценим результат. Первый способ, самый дорогой. Снять плодородный грунт на участке и заменить его на новый. Этот способ подойдет тем, кто строит новый дом и все равно собирается делать планировку участка. Наверное, это самый эффективный способ. Если не забывать впоследствии регулярно косить ваш участок, то о борщевике можно не думать. Ну, несмотря на то, что его семена наверняка принесет к вам ветер с окрестных полей и неосвоенных каких-то участков, борщевик у вас расти не будет. Повторюсь, регулярно коси. Второй способ, химический. Наверное, не всем подойдет, так как основное действующее вещество, гербицид, называется глифосат. У этого неизбирательного действия гербицид, заодно он убивает все растения вокруг, достаточно долго сохраняясь в почве. Не очень экологично, в общем. Наверное, название глифосат не всем знакомо, но все знают бренд Roundup. Самый известный, наверное, гербицид. Вот он как раз на основе этого самого глифосата. Химический способ может подойти вам, если, например, ваш участок, ну, вы им не пользуетесь и не собираетесь осваивать его в ближайшее время. Ну, или на соседнем участке растет борщевик, а заставить соседа его уничтожить не удается. Кстати, купить в магазине препарат с высокой концентрацией этого глифосата, который убьет взрослый борщевик, вам не удастся. Придется вызывать специалистов с лицензией. Ну, и по стоимости обработки она вам обойдется, наверное, от 700 до 1500 рублей за сотку, ну, в зависимости от площади вашего участка. Чем больше участок, тем дешевле. Оптовикам, как говорится, скидка. Ну, вот эти вот два участка по 15 соток обработали глифосатом примерно месяц назад. Ну, вот сами посмотрите, что большая часть вообще растительности всей, конечно, сдохла. Борщевик в массе своей сдох. Но некоторые экземпляры вполне себе живы, ну, поджелтели чуть-чуть. Но мне кажется, что они оживут и дадут потомство. Посмотрим, через месяц вернемся, посмотрим, что с ними происходит. Ну, и еще этот способ успешно используют дорожники для уничтожения борщевика на обочинных дорогах. Там об экологии речи не идет, все и так заражено выклопами автомобилей. Третий способ, самый популярный, наверное, тупо регулярно косить борщевик, не давая ему плодоносить. Например, в одном из наших коттеджных поселков, где мы сейчас находимся, мы как раз этот способ и используем. Вызываем пару раз за сезон трактор и косим траву на землях общего пользования и пустых индивидуальных участках. Основная сложность – это то, что на многих участках растут деревья, вот как вот на этом, за моей спиной. И приходится косить вручную. Ну, и скорость роста у борщевика очень высокая. Например, вот этот вот участок, на котором я сейчас нахожусь, мы покосили где-то неделю назад. Но корни борщевика сохранились, и из них растут новые стебли с листьями. Но, повторюсь, если косить регулярно, хотя бы пару раз в месяц, со временем проблема борщевика снимется. То есть, если на вашем участке был борщевик, но вы перепахали его, прокультивировали, посадили газон и регулярно скашиваете, то борщевик расти не будет. Хотя его семена все равно будут приносить ветер, ну и они будут находиться, наверное, в земле, если борщевик растет где-то поблизости. Но надо иметь в виду, если вы перестанете ухаживать за вашим участком, то он обратно зарастет борщевиком. Есть еще варианты. Вспахать участок и накрыть его картоном или полиэтиленом. Каких только предположений и предложений не встретишь на просторах интернета. Все это тоже возможно, только более трудозатратно. Укровной материал нужно сверху засыпать землей или придавливать чем-то. Все равно участок придется потом регулярно косить. А этот участок, соток, наверное, 50, покосили где-то неделю назад. Но посмотрите, вот из стеблей, из корней скошенных растений прет новая молодая поросль. Никуда он не делся, этот борщевик. Что еще надо иметь в виду, если вы решили косить борщевик? Косить его надо до цветения. Потому что если он зацвел, и вы соцветия положите на землю, они там на земле дадут семена. И также борщевик будет распространяться по вашему и соседним участкам. Ну а этот участок покосили где-то недели полторы-две назад. И посмотрите, вот насколько борщевик уже вымахал. Какие здоровые листья выросли. Они растут прямо из тех мест, где было покошено. Ну и наконец, самый дешевый способ. Борщевик сосновского, хоть и многолетнее растение, но он так называемый монокарпик. То есть он цветет один раз в жизни. А после цветения умирает. Ну типа выполнил жизненную программу, произвел тысяч 20 семян, можно и на покой. Так что самое простое, использовать именно это ствойство растения. Дождаться цветения, срезать созревшее соцветие, ну и сжечь его. Ну чтобы семена в почву гарантированно не попали. Помните, что я говорил в начале выпуска. Работать надо в защитной одежде в пасмурный день. Но вот у нас в пасмурный день оператора может не быть. И не получится красивый ролик. Так что рискуем сейчас, чтобы вы смогли посмотреть видео с хорошей операторской работой и качественным звуком. Ну а вы не забывайте ставить лайк видео, если оно вам понравилось. Ну и оказалось полезным, конечно. Ну и пишите в комментариях, как вы боретесь с борщевиком. Помог ли вам этот ролик? Возле моего участка растут вот такие небольшие заросли борщевика. Я попросил их не косить, ничем не обрабатывать. Для того, чтобы проверить тот способ, самый простой, который я вам описал. Перчатки, очки. Будем срезать соцветия. Повторюсь, обрезать надо только вот эти вот соцветия. Если оно не проснулось, вот такое вот обрезать бесполезно. Надо дождаться, когда оно превратится вот в такой вот зонтик и обрезать только в этот момент. Правда, повторять такую операцию придется по мере образования соцветий на новых растениях. Ну а старые, лишенные плодов, растения, как я вам уже говорил, просто засохнут, думаю, что выполнили свою жизненную задачу. Все растения, с которых я удалил сегодня соцветия, мы пометим. Ну и придем через месяц, чтобы проверить, что с ними будет происходить. Ну и заодно посмотрим, что происходит с участком, обработанным химией, с теми участками, которые мы просто покосили. Прошел месяц. Хочу сказать, что обрезку соцветий месяц назад было проводить рановато. У многих растений уже заложились новые соцветия. Но далеко, кстати, не у всех. Так что сегодня, спустя месяц, мы снова вооружаемся секатором, перчатками. И идем на участок, где растет борщевик, чтобы срезать уже созревшие соцветия, которые с семенами. Посмотрим, выживет ли борщевик после этого. Нельзя же обманывать зрителей. Придется ждать еще месяц. И уже в сентябре смотреть, что произошло с борщевиком, которым мы сейчас удалим семена. Вот этот еще цветет. Ну а верхняя часть этого растения уже, мне кажется, созрела. Вот смотрите, семена. Так что попробуем его сейчас опять отчекрыжить. Ну а это растение, мне кажется, полностью готово. Так что обрежем, посмотрим, что с ним будет через месяц. Ну а пока посмотрим на те участки, где мы побывали месяц назад. На одном участке недавно был полностью снят грунт. Ну и посмотрите, борщевик все равно практически сразу пробивается из земли. На этом участке сняли только верхнюю часть, дернину. Ну какие-то растения это не остановило. Так что если вы хотите побороть борщевик быстро и сразу, снимайте грунт на 20-30 сантиметров. Ну правда удовольствие это тогда будет дорогое. Грунт надо вывозить, а новый грунт замещать. Ну и все равно его придется регулярно косить. Семена борщевика прилетят опять от соседей, если у них не покошено. А вот на участке, который протравили глифосатом, все окончательно погибло. И борщевик, и вообще практически вся растительность. Выглядит все как выжженная пустыня. Но в некоторых местах, куда попало меньше гербицида, борщевик выжил и потихоньку приходит в себя. Ну а вот так выглядит участок, который покосили чуть больше месяца назад. В начале июля. Новых соцветий практически нет. Но свежая листва у борщевика уже выросла. Значит он рано или поздно опять зацветет. Ну и покос надо будет повторять. Если борщевик растет на вашем участке, не ленитесь и косите его чаще. Если не будет листьев, в корни не будут поступать продукты фотосинтеза. Ну и они зимой погибнут. Но если не этой зимой, так следующий уж точно. Главное косить чаще. Но если на собственном участке с борщевиком справиться можно, на участке соседа можно соцветия пообрезать, то что делать, когда на соседству с вами целое поле заросшее борщевиком? Сейчас он цветет, а потом разбросает семена, которые ветром разнесет по всем окрестностям. Здесь выход один – жаловаться. В Московской области сейчас действует целая целевая программа борьбы с борщевиком Сосновского. Жалуйтесь на доброделе в Подмосковье, на активном гражданине в Москве, на порталах госуслуг в вашем регионе. Я уверен, что на массовые жалобы будут реагировать. И собственников таких участков заставят их покосить. Будем регулярно жаловаться, будут регулярно косить. Очень важно, чтобы не было таких огромных очерегов распространения борщевика Сосновского. Друзья, я купил этот участок в начале 2021 года. Он был полностью заросшим борщевиком. И что мы сделали? Как я вам говорил уже, сняли верхний слой земли, откультивировали его, засеяли газон. И вот посмотрите, ни одного борщевика, ни одного даже листиков борщевика нету. Несмотря на то, что в почве наверняка сохранились его семена. Еще раз хочу сказать, что если вы регулярно ухаживаете за своим участком, борщевика у вас не будет. Даже если вы покупаете участок, который полностью зарос борщевиком, не надо его бояться, надо просто регулярно косить, ухаживать за своей землей. И тогда у вас никакого борщевика не будет. Хочу сказать нашим зрителям, что все большое видится на расстоянии. И когда окончательные выводы к ролику делаешь спустя 8 месяцев после съемок, то они получаются, наверное, более осмысленными. Есть два вида участка. Ваш и соседский. На своем участке проблем с борщевиком не будет, если вы просто прокультивируете землю, посадите газон и будете регулярно его косить. Вот как за моей спиной. Борщевик расти не будет, не бойтесь. С соседскими неухоженными участками сложнее. Если соседу, грубо говоря, наплевать, то можно пожаловаться в администрацию. К частным лицам по факту никаких мер не принимают. Хозяина большого неухоженного поля могут оштрафовать, ну и обязать покосить. В общем, если борщевик на соседском участке вам мешает, кардинальных способов борьбы фактически два. И оба они не очень дешевы. Первый химический и механический. Убить борщевик и вообще всю растительность на участке глифосатом. Ну или заменить весь верхний слой земли. Единственное, что надо иметь в виду, если вы не будете впоследствии ухаживать за участком, то борщевик продолжит на нем расти, ну не в следующем году, так через год или через два. Ну или регулярно обрезать соцветия на той стадии, когда уже образовались семена. Недостаток этого способа неопрятный вид участка. Борщевик все равно будет расти, но хотя бы не будет распространяться. И постепенно, с годами, популяция борщевика будет сокращаться. Три-четыре раза в год пообрезали соцветия, ну и сожгли их. Повторюсь, наверное, этот способ подойдет, если у вас нерадивый сосед, которого нельзя заставить ухаживать за своим участком. Несколько более трудозатратно косить участок несколько раз в год. Но зато тогда вид у него будет гораздо более опрятный. Это я говорю как председатель правления ТСЖ, которому общий вид нашего поселка очень важен. У нас владельцы пустых участков оплачивают покос как минимум два раза в год. Ну а если вы планируете покупать участок, на котором растет борщевик, не бойтесь, прокультивируйте землю, посадите газон и регулярно его косите. Никакого борщевика на вашем участке, повторю, не будет.